1 января 2021 года произойдет то, чего одновременно боялись и ждали представители малого бизнеса. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, или ЕНВД, прекратит свое существование. Рассчитанная именно для представителей малого бизнеса, она была крайне удобной, но вводилась именно как временная. ЕНВД позволял оплачивать только один налог вместо всех основных. Теперь бизнесменам предстоит искать альтернативу. Их две – упрощенная и патентная системы налогообложения. Последнюю ПНС могут применять только индивидуальные предприниматели и только по определенным видам деятельности. Это еще более щадящий режим, еще более низкая налоговая нагрузка, очень простой налоговый учет, ведется только книга учета доходов, не подается никакая отчетность. То есть налогоплательщик, соответственно, пишет заявление о выдаче патента за определенный период времени, причем он может взять на любое количество месяцев патент, да, получает этот патент. И, собственно говоря, его основная задача – это оплатить данный патент. Больше он никакого взаимодействия с налоговой инспекцией не имеет. Если будут соблюдены определенные условия, такие как не больше 15 наемных сотрудников и выручка не больше 60 миллионов рублей, то подать заявление о переходе на ПНС нужно за 10 дней до начала осуществления деятельности. Альтернатива этому – упрощенная система налогообложения. Ее используют и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Тут низкая налоговая нагрузка, она проста в использовании, а в конце календарного года подается только одна налоговая декларация. Здесь также есть ограничения – не больше 100 человек наемных сотрудников и выручка, не превышающая 150 миллионов рублей. Уведомления при переходе на УНС нужно подать не позднее 31 декабря 2020 года. Если налогоплательщик, который планирует перейти на упрощенную систему налогообложений, до 31 декабря соответствующие заявления в налоговую инспекцию не подал, то в этом случае он только через год сможет перейти на УСН. Таково правило, которое установлено законом. Что касается патентной системы налогообложения, то здесь ситуация следующая. За 10 дней он в любом случае обязан подать заявление о переходе на патент, но до этого времени он будет считаться на общей системе налогообложения. А вот общая система налогообложения – это один из самых сложных режимов. Высокая нагрузка, уплата всех налогов – список приличный. Поэтому нужно подумать об альтернативах заранее и решить для себя упрощенная или патентная система налогообложения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».